МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працует Марина Джалая. Глядите у этого выпуска. Выборщий процесс набирает обороты. Подписы по получению кандидатов у депутатов мясовых советов будут сбирать 3878 инициативных групп. Чему вучать у школе? У навыковом кафе отбылась дискуссия по теме удосконаливания навучального процесса. Ця броуство без межу. У Гомель на елку миру приехали российские школьники. Зима отступает. Будет снег на Новый год, рассказали гидромедцентры. А зараз об этом и иншим больше подробно. Александр Лукашенко различивая на позитивный рост экономики в 2018 году. Об этом президент заявил сегодня на церемонии уручения державных узнагород. Александр Лукашенко подкреслил, что высоких вынеков в своей деятельности достигают люди, которые на первое место у праце ставят профессионализм и отказное ставление до справы. Киранюк державы повиншовал у дельников церемоний с недоходящим Новым годом. Упевненный он станет годом прационных перемог, выконания планов, проектов, годом позитивного росту экономики, заявил Александр Лукашенко. На Гомельщине протягивается кампания по выборах депутатов Мясцовых Советов. У приватности выборчай комиссии завершили регистрацию инициативных групп. Усяго у выборчай комиссии была подадена 3881 заявка на регистрацию инициативных групп. Но потом одна заявка была одозванная, еще в двух выпадках регистрации было отмолено. Таким чином, зараз подписы по вылучению кандидатов у депутатов Мясцовых Советов будут сбирать 3878 инициативных групп. Это крыку больше количества депутатов, которых необходимо обрать 18 лютого. И такие лечбы. Инициативные группы мают намер вылучить 150 членов шести политических партий. Сформировано участков для голосования 1022. И зарегистрировано 363 наблюдателя. Вся работа идет по плану, проводится дежурство. Заявление, жалоб, предложение пока в комиссию не поступало. Протягиваем выпуск. Сегодня прошло посяжение громадского совета при прокуроре Гомельской области. У неформальной обстановки у денег обмерковали проблему, якаемая международный характер – половой недотекальности неполнолетних. У адрозни от официнных мероприемств в Громадский совет закликаны не примать конкретные обовязковые для выполнения решений, а пропоновать свое бачение в решение проблемы. По сути, это консультативная структура. Зворот до обранной темы, выкликаны ростом выпадков насилия, относенных до детей, якое означается в свете. У денег и посаджения пероконаны. Чем меньше в громадстве будут сказать об этой заяве, тем больше значное распаусюджывание она отримает. Особливой уваги потребует интернет, про який часто распаусюджывается недокладная информация, что тягнет за собой право порушений, рост инфекционных захворваний. При этом притягивать до выражения проблемы необходимы не только правооховные органы. В связи с этим на посаджение Совету запросили представников системы адукации, аховы здоровья, церквы, громадских организаций и депутатов. Оборонить неполнолетних односильно можно только с уместными намаганиями. Насколько сегодня в школах у нас в достаточной мере половое воспитание преподается. Или наши дети узнают о взаимоотношениях полов через интернет. А вы знаете, как в интернете у нас это все поддается. Сегодня представлен и депутат Национального собрания Республики Беларусь. Мы хотим и до парламентариев донести вот эту проблему. Вы знаете, у нас давно уже обсуждается тема ужесточения наказаний для подобного вида преступлений. Год науки у Гомеля завершился обмеркованием шляхов удосконаливания научального процесса. У наукового кафе собрались наставники средних и выкладчики вышедших на учебные установки. А так само в учнии и студенты. За ходом дискуссии сарчив Олег Сенцюров. Кольки яснуе закону Ньютона, якая самая высокая кропка земли, что такое ДНК, и кали была подписана Крымская уния. Почасу, чтобы у школы мы спробуем запомнить, наповедно, тысячи, лишь бы уйназов, які потом и не памятаем. Хоть и ничего страшного, зараз при жадании усе необходное дадзеное можно за некальки секунд знайти у интернете. Гэта бы дайгаловна заувага у адрес середней школы. Капы отримать добрую отзнаку, в учнии повинны запоминать максимум информации по всіх дисциплинах. Але калія ше некакі 10 годів тому таку систему навучання можна було хаць не екер сломачить. У эпоху интернету она становиться все менш актуальной. В учнии, а потом і студенты, часто просто не здольны систематизовать отриманную информацию. Главная проблема, наверное, научить їх, как мыслить творчески, не шаблонно, да, и как уметь оперировать информацией. То есть не просто запоминать, а именно выбирать нужную информацию. То есть сейчас, когда студенты даже к экзамену готовятся, они часто набирают кучу материала. Ты пытаешься их спросить на экзамене, ну расскажите главное все-таки из того, что вы набрали. Тут возникает проблема. Как отсеять второстепенно и выбрать главное? До отдельной думки наведывальники наукового кафе не приходить, а леникотурые кропки взаиморазумения все-таки знаходить. Свет изменяется, тому изменяются потребования до адекватной системы. Вучить у першую чергу необходимо тому, что не может дать компьютер, тя род огученных приоритетов, безпека, например, оказание первой медицинской допомоги и идейни подчас надзвучайных ситуаций, а так само коммуникационные навыки, у тымня к умакшимусь вести дискуссию и працевать у коллективе, здоровый лад життя и издольность быть самостоинным в быту, плюс умение выделять головные и обороняться информационных перегрузок. По великим рахунку, сегодня можно вызначить объем ведов, яким учни и студенты повинны володыть обовязково, куды божь значная проблема научить логицы и самостоинности. Наведовальники наукового кафе кажуть, что 98% в этом процессе залежат от наставника, але далеко не все готовы применять новые технологии навычания. Кандидат педагогичных наук, наставник початковых классов, вышедший квалификационной категории, лаурат премии специального фонда президента по потенции одороной молоди. Светлана Йен кажа в вакористане так званых трех технологий. Для середней школы это покойный эксперимент, але йон может стать реальностью. Мы должны ребенку дать определенный набор знаний, а методика это каким образом мы будем это давать. Так вот, можно дать знания в готовом виде, и ребенок их воспринимает в режиме магнитофона, запомнил, повторил и, простите, забыл. А можно эти знания давать ему в виде задач, и он самостоятельно их добывает и, соответственно, развивается. Хотя, сами знания остаются теми же самыми. То есть, программу мы не ломали, не изменяли. Изменили подходы. Олег Сентюров, Михаил Рабков, телерадокомпания «Гомель». 27-я школа «Гомеля», вядомая, как «Школа Миру», приняла гостей из Бранска и Санкт-Петербурга. Для российских школьников в установе эдукации организовали «Елку Миру». Это традиционный новогодний ранешник для детей-миротворцев с Беларуси и Крэйн-суседев, ике организуя Гомельское областное отделение Беларусского фонда «Миру». На мероприемстве побывали наши корреспонденты. Бранске школьники у Гомеля частые гости, а вот Санкт-Петербург запрошение отримал у першиню. 12 наученцев 583-й школы полночной российской столицы новоспечены по Братимы. Отповедное погоднение об супрационнице подписано у музея 27-й школы представниками двух установ эдукации. Сгодно с ним школы будут оказывать взаимное саденничание у распроцовцев и реализации миротворческих проектов. А кроме того будут наладжены обменные поездки школьников. Отзначим погоднение об супрационнице 27-я школа Гомеля ранее подписала с 5-ю установами эдукации России Сбранска, Злынки, Новозыпково, Курска и Смоленска. Это очень значимое мероприятие. Мы безумно благодарны за то, что нас пригласили на эту елку мира. Мы очень хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось и развивалось. Поэтому мы со своей стороны будем готовы принять делегации на наше мероприятие. Будем очень рады. После офицейной частки и подписания чергового погоднения в дельнике мероприемства переместились в актовую залу, где прошел новогодний ранешник. Все лето по лику это другая елка мира в Гомельской области. Усяго запланованы четыре такие мероприемства. Удел у них примут представники всех районов Гомельской области. Елка не просто, чтобы уручить подарки и дети вокруг елки потанцевали. Но мы видим в этой мероприятии именно расширение и укрепление дружбы прежде всего между детьми. Потому что есть такое выражение, что дети лучшие посланцы мира. Так вот, мы хотим через именно детей расширять и укреплять дружбу наших народов. Ганна Ковалева, Валера Гопанько, телерадо, компания «Гомель». Салон прычосок, студия «Мехенди» и створение елочных упрагоживаний 3D-ручкой. В Гомельской областной универсальной библиотеке створили новогоднюю программу для семейного отпочинку. Одним из первых ее наведали наши корреспонденты. У администрации Гомельской областной библиотеки кажут, что коли два годы тому у першыню створили культурно-забавляльную семейную программу, об таким поспеху навык не марли. Идея сподобалася як наведовальникам, так и самим работникам установы. Сюля-то яны не только пропоновали, але и на практице реализовали широк новых проектов. У 2015-м годе Ивана Фролова была самой молодой удельницей программы. Тады ее и бы усягу один год. С того часу яна с матью постоянные наведовальники мероприемства. Здесь атмосфера праздника, здесь такая маленькая сказка. Можно все узнать от а до я, да? Посетить мастерскую можно, читальный зал, есть викторины. Новый год у библиотецы проект у пыльной ступени особливый. У свой выходной работники установы займаются популяризацией другованы книги и навык рассказывают об выниках доследований у истории правопису. Форма доступная для детей во взросле от 2 до 11 годов. Это метовая аудитория святочной программы. Хоть шмат цикавого могут доведаться и люди больш старейших а взрослу. У реште Новый год семейная свята. Сюда приходят и мамы с детками, и бабушки, и дедушки приводят сюда и на каждой нашей площадке интерактивной. Всегда в основе лежит книга. Вядомый вырос, тишиня повинна быть у библиотецы на этот раз оказался неактуальным. Энергию детей не стремливал никто. На протягу некольких годин колядный фотосалон, студия Мехензи, салон прычосок и майстер-класс по выработку новогодних подарунков своими руками. Не глядяши на такую разностаенность пропану, многие издолили наведать практически все программы. Мне нравится делать подделки тут. А мне нравится рисовать и делать подделки. Мы еще тогда слушали сказку про букву «Ё». И еще мы сегодня ходили делать вот такие узоры снежинки. Но правда они немножко размазались. Алисин Цюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокампания «Гумель». У Гумели заявилась резиденция Деда Мороза. Она разместилась на площади Ленина. На передо Дни святых у детей будем обшимысь поуденничать у викторинных и сфотографоваться на память. Кожный жадает, что может поделиться с Дедом Морозом и Снягуркой своими новогодними марами, прочитать верши, отримать на взамен сукерки идти за прошальные билеты на представление. Новогодний чародей разом со своей внучкой чекают детей с 26 по 30 Снежня, а так само с другого по 6 студене с 13 до 16 годин. Гостей будут принимать и в святочные дни 31 Снежня и 7 студене с 12 до 15 годин. Поздравляем всех гамильчан с этим удивительным праздником. Желаем, чтобы в их домах всегда было тепло, уютно, ребята, приходите к нам. У дедушки для вас очень много подарков припасено. Если вы хорошо себя вели, дедушка обязательно подарит каждому из вас море вкусных конфетов. У Гумеля отбылся городский этап кастынных у национального конкурса прихожостей «Мисс Беларусь». Отбор кандидаток проходил в Центре моды и прихожостей «Хрустальная нимфа». На кастынных чакали девчат от 18 до 24 годов с выдатными внешними дадзинами и ростом не ниже за 174 сантиметры. Сирот потребований у таксама отсутны статуировок и пирсингу. А кроме того, претендентки на звание «Мисс Беларусь» повинны были николи не состоять в шлюбе, не иметь детей и в певной меры володать актерским майстерством. Оценивали конкурсанты, стилисты, фотографы и инши специалисты индустрии моды и прыгожостей. Братья – шесть девчат. У вынику Гомель на узровне в области представят 10 конкурсанток. Доречи, своих кандидаток пропоновали выбрать усім районам. Финалистки сустренутся 26-го студене на областном этапе. Затым будут обраны претендентки на титул «Мисс Беларусь» с поборництва, за який пройдет в мае наступного года. Это республиканский конкурс, будет жесткий отбор, будут обязательно рассматриваться девочки ниже и в полуфинал. Финал будет проходить от 25 до 35 участниц. Это со всей республики. Передновогодний тыдень будет пахмурным и с плюсовой температурой. У областных гидрометцентра поведомили, что сегодня в день термометры зафиксовали 5 градусов тепла. Ближе до ночи ртутные ступки опустятся до нуля. В сироту так само заховается теплая надвора без истотных опадков. В день до плюс 6, ночью до минус 1. А в 8-шотвер есть вероходность невеликого дожжу с мокрым снегом, який может растягнуться до конца тыдня. При этом климатичную картину дополнить слабые туманы и гололедец на особных участках дорог. В пятницу максимуме взмацнение ветра до 14 метров за секунду. При этом потеплее аж до плюс 8. В прошлый день 2018 года температура по ветру складе от плюс 1 до плюс 6 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до минус 1. Усё гэта будет сопроводжаться короткочасовыми дожжами с мокрым снегом. Гэты и иншые новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресі www.tivergomel.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok